Театр 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 Итак, продолжаем. Скороговорки. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Каждый раз вам надо говорить все быстрее и быстрее. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вы лавировали. И так до того темпа, который вы можете усвоить. Моя любимая скороговорка, которую очень любила в детстве, но сейчас немного модернизировала. И добавила немножко рэпа. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупан. Когда вы работаете в команде, вы можете делать это следующим образом. «Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа». Их ловками вы повышаете темп для себя и для своей команды. Страх перед публичными выступлениями стоит в одном ряду со страхом смерти и страхом высоты. Как же побороть страх публичных выступлений, когда вы выходите на публику? И здесь у нас есть три метода. Первый метод – психологический. Например, представьте, что вся ваша аудитория сидит голая. Согласитесь, что это выглядит немного нелепо, и ваш страх быстро соберет все в чемодан и уйдет от вас. Следующий метод – физический. Вы можете взять в руки какой-то предмет, например, ручку или мячик. Но не забывайте, что если у вас руки трясутся, то это выглядит немножко нелепо. Девушкам немного проще в этом плане, когда мы выступаем на каблуках. Мы можем все напряжение передать земле, немножко сместив свой вес вперед. Но когда мы стоим на каблуках, это ни капли не заметно. Также можно опереться об стол или об стул, но это должно быть визуально и эстетически красиво. Следующий наш друг – метод ритмический. Вы можете выбрать песню, которая настраивает вас на успешное публичное выступление. И каждый раз, когда вы будете ее слушать перед выходом на сцену или на трибуну, вы будете чувствовать, что вы освободились от всех зажимов и от всех страхов. Итак, вы долго этого ждали. Вы вышли на сцену или вышли говорить свою речь и начинайте. «Здравствуйте! Меня зовут!» «Сегодня мы поговорим...» Перед тем, как вы выходите к своему зрителю, вы обязательно должны готовиться. Публика ненавидит, когда к ней выходит неподготовленный спикер. Итак, вы подготовились, вы вышли к своему зрителю и начинайте. «Здравствуйте! Ээээ! Сегодня мы поговорим эээ на одну очень эээ актуальную эээ тему. Не используйте никаких звуков-паразитов. Это очень режет по слуху. Если вы хотите избавиться от этих звуков, обязательно записывайте все свои выступления на видео и анализируйте их. Если вдруг вы видите, что у вас много лишнего звука, в тот момент, когда вы хотите его произвести, делайте короткую паузу. Итак, вы подготовились к выступлению, избавились от звуков паразитов и начали говорить. И тут вы говорите «Здравствуйте, сегодня у нас очень актуальная тема». Никаких покачиваний, никаких веляний, которые отвлекают вашу публику от речи. Идеальная позиция — это когда вы ставите свои ноги на ширине плеч. Итак, вы снова на сцене, и вы начинаете говорить. «Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим очень актуальную тему, и наша тема...» Никакой лишней жестикуляции, которая отвлекает вашу аудиторию от вас, не должно быть. Никаких закрытых поз, так как вы себя отделяете от аудитории, а вы должны с ней дружить. Вы можете поставить руки вот так, и также вы можете, как мы уже рассматривали, взять в руку какой-то предмет. Итак, вы снова перед вашим зрителем, и вы начинаете. «Здравствуйте, сегодня мы поговорим на очень актуальную тему, и наша тема сегодня звучит...» «Каждый раз, когда вы выходите к зрителю, он становится вашим лучшим другом, а с нашими друзьями мы никогда не теряем зрительный контакт. Также не трогайте то, что находится у вас на голове, на пиджаке или еще где-то. Сегодня мы с вами поговорим на очень веселую тему, а именно тема, как прошла свадьба у моего лучшего друга, а также день рождения моих друзей и свадьба моей сестры. Ваши эмоции должны подкреплять и усиливать ваши слова. Абсолютно нелепо выглядит, когда вы говорите о каких-то веселых новостях с абсолютно унылым лицом, и наоборот. Вы снова на сцене, и вы обращаетесь к своей публике. Алло. Уважайте своих зрителей, не берите телефон на сцену и отключайте все звуки на нем. Итак, у вас получилась прекрасная речь, и вы уходите со сцены. То, как вы выходите на сцену и как уходите, говорит о том, какая вы личность, а мы не имеем права портить мнение о себе. Великими спикерами не рождаются, а становятся. Желаю каждому из вас благозвучных, пламенных речей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова